Работники Яковлевской мануфактуры жили как на пороховой бочке последние пару лет. В 2020-м кризис обострился и около 700 человек, которые трудились на предприятии, боялись потерять место работы. Собственник компании ТДЛ хотела закрыть производство в Приволжске. Но планы поменялись. Сейчас ситуация аналогичная, только осталась работа с тех пор на льняном производстве 300 человек. Мы верили, что может быть все-таки будем работать. Да, уже давно чудо, но говорят, вот когда встанет, скоро встанет, скоро встанет. Но мы надеялись, мы все равно надежду-то не теряем. Мы думаем, что нас все равно оставят. Уведомление о том, что производство переезжает в Кострому, работники получили 21 февраля. Там находится еще одна производственная площадка текстильного холдинга. Сотрудникам мануфактуры предложили с 1 мая продолжить работу уже там, в Костроме. В связи с тяжелой ситуацией сырьевой и в целом сырьевой базы в Российской Федерации принято решение консолидировать производство на одной площадке. Трудовой коллектив Яковлевской текстильной мануфактуры будет сохранен в максимальном составе. Действия по переносу производства в другую местность согласованы с властями и будут проводиться в соответствии с законодательством Российской Федерации. Причины, как и пару лет назад, остаются, в общем-то, те же. Кризис льна в России. На предприятии, говорят, перерабатывать нечего. Станки простаивают. Мы с вами находимся в ткацком цехе. И, как видите, оборудование сейчас простаивает. И в последнее время загрузка предприятия составляет не более 30%. Вся проблема в том, что не хватает сырья. Его даже приходится закупать в Китае. Поэтому лучше сохранить одно предприятие, чем развалить оба, считают собственники. И выбирать наиболее удобную в плане собственности для себя площадку. Мы опасаемся еще и за это, что нас там никто не ждет. Предлагают, предлагают. У них там все свои места заняты. А то, что нам дадут, это значит старые станки, которые не подлежат вообще, чтобы на них работать фактически. Собственники уверяют, рабочих мест хватит всем. Сейчас на площадке Костромской льниной мануфактуры работают около 600 человек. И, говорят, плюс 300 вполне производство вместит. Обещают обеспечить транспортом до предприятия и обратно. Но работники не хотят ездить так далеко, с неизвестными перспективами, и покидать историческую площадку. У нас здесь просто мы работаем уже. Династии. Наши бабушки, дедушки родители. Родители наши, отцы работают. Дети наши работают. А сейчас куда нам? Только забор. Устают церкви. Мы против, конечно, вот этого. Мы против того, чтобы закроется предприятие наше. Даже пускай кто-то зайдет на ту площадку другие, чтобы переквалифицироваться на другом оборудовании. Но чтобы сохранились рабочие места. И мы работали дома. Тем, кто не захочет переводиться в Кострому, руководство мануфактуры предлагает выплату выходного пособия. Кострому переезжаем не мы, а просто по бумагам. И в итоге место компенсации за закрытие предприятия должны три месяца платить. Нам сказали две недели. То есть нас и здесь обманули. То есть получается, что мы вообще... Это сколько вы считали? Сколько за две недели получается? Ну где-то тысячи четыре-пять. То есть как аванс. Сотрудники мануфактуры уверены, что кроме градообразующего предприятия найти работу в Приволжске больше особенно-то негде. Работать некуда идти. Молодежь сейчас сидит, спивается, потому что нет нормальной прогрессии. В Приволжске есть около 200 свободных вакансий. 30 из них в текстильной отрасли. Но это швейное дело. Другой вопрос – трудоустройство иных специализаций. Полностью все специализации все равно покрыть конкретно Приволжск и Приволжский район не может. Однозначно нет. Если будет высвобождено столько работников. Есть еще и такие вот случаи. Куда мы пойдем? Осталось, что осталось доработать. Три года четыре. Все. Мне исполнится 51, я уйду на пенсию. Куда я пойду сейчас? Мне надо стаж доработать льготный. Как правило, льготный стаж имеют ткачи и предильщицы. К сожалению, в Приволжском районе, конечно, предоставить такую работу мы не сможем. Но, тем не менее, ткачи требуются фурманов. Это поближе, чем Кострома и Иваново. В Фурмановском районе более 200 свободных вакансий для швей, поммастеров, ткачей и других. В Иванове и Кохме около 480. Но все это, опять же, далеко от дома. Сейчас Центр занятости населения планирует организовать предувольнительные консультации для сотрудников Яковлевской мануфактуры, если кому-то потребуется помощь в поиске нового места работы. Наталья Сергеева, Григорий Мартьянов, телекомпания БАРС.